Здравствуйте! Меня зовут Кулебаб Вадим, я занимаюсь исследованиями и разработкой в компании ВК-реклама. Мой доклад – как мы написали кейвэлево хранилище. Начнем с такого вопроса, зачем вообще его писать. Я попробую на него, собственно, ответить. Я буду рассказывать историю о 2014-й год примерно. Мы были тогда на тот момент стартапом, но вынуждены были соревноваться с не стартапами, а с крупными компаниями. Это была рекомендательная сеть, нативная реклама, называется она Relab. Сейчас она слилась с ВК-рекламой, то есть у нас приобрел ВК, тогда, точнее, приобрел Mail.ru, потом ВК приобрел Mail.ru, и, в общем, теперь мы все ВК. И, собственно, мы… Ну, что мы делали? Мы формировали рекомендательную ленту под постом, то есть заходишь на страничку, читаешь какую-то новость, а внизу читайте так же, и там есть блок со статьями, которые рекомендуется прочитать. Стояли мы, соответственно, на крупных сайтах, на большинстве крупных сайтов. То есть, если взять там Mail.ru, например, то это достаточно высокий трафик, там десятки тысяч запросов в секунду. А получалось, что мы стояли на большинстве крупных площадок Рунета, и все эти запросы в секунду, собственно, сыпались у нас. И нужно было решить три проблемы. Первая проблема – это собирать все эти данные. Пользователь ходит по страничкам, это очень много всяких событий, миллиарды событий там в день, и, соответственно, их успевать записывать. Второе – эти данные нужно было обработать и написать рекомендательную систему, то есть не просто их прочитать, а еще как-то математику какую-то к ним применить и, собственно, порекомендовать. Ну, в двух словах, это коллаборативная фильтрация. Если пользователю А нравятся там слоники и котики, то когда приходит пользователь Б читать статью про слоников, то мы ему порекомендуем статью про котиков. Все очень просто, но на больших объемах становится не так просто. Третья проблема – это, собственно, успевать отвечать за приемлемое время и успевать записывать рекомендации. То есть, на самом деле, есть проблема не только чтения, а проблема скорости записи. Ну, давайте я чуть дальше об этом подробнее расскажу. Ну, я рассказал о технических проблемах. Есть еще проблема, как продать, есть проблема, как выиграть АБТ-тесты и много других проблем, которые мы здесь не рассматриваем, потому что мы программисты. Вот. Здесь, значит, эволюция, эволюция, как мы дошли до этой жизни. То есть, когда мы начинали, это был ходу пластик, все было совсем печально, и мы решили взять какую-то универсальную большую базу данных, в которой есть все. Такой базой данных нам показалось, что такая база данных Кассандра. Как я уже говорил, нам нужно было для каждой странички записать рекомендации, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Ну, соответственно, как вам объяснить? Мы конкурировали, там, не знаю, Табула, Плиста, это такие крупные западные стартапы, и, допустим, выходит какая-то новость, там, не знаю, Жириновский умер. И нужно порекомендовать, кто еще умер, там, ну, к примеру. И кто первый это сделает, соберет больше трафика. Ну, то есть, Жириновский умер, интересно всем. И можно под статьей прословников порекомендовать, Жириновский умер. И мы соберем больше кликаут, больше CTR, выиграем АБ-тест, и РИА Новости там нам скажут, красавчики, мы оставляем вас, Табулу, до свидания. Потому что Табулу читал 6 часов, а мы считали полчаса. В общем, мы стремились прийти к тому, чтобы как можно быстрее обновить эти данные. Кассандра – единственная база данных, которая пишет быстрее, чем читает. Ну, на тот момент, по крайней мере, была. Это я расскажу, почему так. Потом мы пришли к Postgres, потому что не получилось с Кассандрой. Написали патч, P52, ну, давайте дальше по порядку. Значит, плюсики Кассандры – это супербыстрая запись. Достигается она за счет LSM3-движка. Здесь вот справа, собственно, это питон, игра-змейка. Он ест вот эти вот кубики, и у него растет хвост. Вот, собственно, это символическое изображение LSM3-движка. Он все время пишет хвост. То есть новая запись, она не думает, куда ее ставится, она просто пишется в хвост. И все прекрасно. Поэтому можно писать очень быстро. Ну, из-за этого появляются некоторые проблемы. Медленное чтение, бэкграунд-упаковка. Что такое бэкграунд-упаковка? Это записи, которые протухли. Ну, никому не интересны новости, там, двухлетней давности. Соответственно, и даже двухмесячной давности. И вообще, если о новостях, то там вообще другие какие-то истории. Но есть вечно зеленые посты, еще какие-то истории. Мне суть важна. Все протухает, все портится. На месте протухших вот этих вот кубиков образуются могилки. Но это в терминах Кассандры. То есть там, когда запись пропадает, на месте образуется могилка. Могилки нужно убирать. Если у тебя очень много могилок подряд, Кассандра встает колом и начинает говорить, у меня очень много могилок, я не буду работать, мне нужно всех собрать. То есть обратным минусом быстрой записи LSM3-движка является то, что есть некие бэкграунд-операции, которые обслуживают все вот это вот хозяйство. Медленное чтение. Ну, более медленное получается. Плюс это time to live, из-за чего там она нам понравилась. Могилки бэкграунд я уже рассказал. Высокая надежность – это как бы такая себе история. Как объяснить-то? В принципе, она надежная база данных. Если у вас там… Ну, Кассандра, наверное, идеальный выбор. Если у вас какие-нибудь дешевые серверы в Хетцнере, там, не знаю, 100 серваков, супер дешевых, и там постоянно они ломаются, а вам плевать, потому что у вас их 100, и она пишет там консистентным протоколом на три соседних, по схеме кольца. И получается, кто-то выходит, ну и пофиг. А у нас было всего три сервера. И, в общем, первое, с чем мы столкнулись, там разбился самолет, погибло там человек 70, все сразу пошли читать, трафик вырос там в четыре раза, и там потух один сервис. Ну, Кассандра, она же надежная, она перераспределила нагрузку на оставшиеся два. Они, ну там, сначала красненький загорелся у первого сервера, эти два стали желтенькими. Там такой светофорчик классный, очень красивый интерфейс. Потом, соответственно, один из этих стал красненьким, потом все три стали красненькими, а это было там, не знаю, на 9 марта. Я как раз шел в ресторан и не пошел в ресторан, потому что все стало красненьким. Вот, то есть, ну, всему свое время. Вот, собственно, дальше у нас разделилось на два потока. Первая история – это коллектить данные. Сначала мы просто пересели на постгресс с Кассандры. То есть в постгрессе, если пачкам вставлять, все достаточно быстро, нормально работает. И через какое-то время вышел Кликхаус за опенсорсоваться. Это вообще решило всю проблему с большими данными, потому что Кликхаус – колоночная база данных, и в нее можно фигачить и фигачить просто от души. Единственное, у него тоже есть свои особенности, связанные с тем, что, допустим, в постгрессе мы упакуем пачками посту, и все неплохо. У Кликхауса своеобразные требования – это… Ну, мы пробовали сначала постов вставлять, как постгресс, все шло плохо, периодически он говорил, типа, я недоступен, типа, ну, подождите. Спробовали по тысячу, он периодически тоже говорил, отвалите, там, по 10 тысяч тоже. Мы такие, что ж такое? А потом мы прочитали документацию, а там написано, что надо вставлять раз в секунду. Пофиг, ты 100 тысяч вставляешь или 100 записей. Просто раз в секунду это делаете. И мы, в общем, написали оберточку на Гошке, который просто раз в секунду, ну, все коллектив, а потом раз в секунду вставлял. И это, в общем, решило проблемы на все 100 практически, кроме начала месяца, когда приходят все аналитики в Кликхаус и начинают судорожно делать свои отчеты за прошлый год. Ну, в этом случае у нас там просто этот файл откладывается, потом повторяется там через 10 минут, потом через час, потом через три, потом перекладывается в другую папочку, приходят админы и на следующий день, может быть, отправят этот пакет там с миллионом записей, с которыми они обработались, пока Кликхаус был занят. Нам нужно было Key Value хранилище для того, чтобы, собственно, очень быстро писать туда рекомендации и, соответственно, быстро читать. То есть, ну вот, вот не повезло. То есть обычно всем нужно хранилище, которое очень, да пофиг, ну, медленно можно писать. Главное, чтобы оно быстро работало на чтение. А нам нужно было в обе стороны. Кандидатов в шотлисте. У нас там остался один Тарантул. Это был где-то 2014 год, наверное, или 2015, не помню уже. Вот. А в Тарантуле как раз поменяли движок. То есть, сначала в Тарантуле был ЛСМ-3 движок, а пришел новый лид, он там поменял, винил, по-моему, называется, я точно не помню. У него, в общем, поменяли движок с ЛСМ-3 на другое. Запись стала медленной. И просто так совпало, что к нам ходил пить пиво разработчик Тарантула по пятницам. И мы ему сказали, как же так, чувак, ну, классная же база, а вы взяли все сломали. Он говорит, ну, а чего вы, говорит, дураки-то такие, это вообще ерунда. Просто возьмите движок, который использовался в Тарантуле. Когда-то, в самом первом Тарантуле. Ну, вот с чего начинался, в общем, Тарантул. Взяли движок, который тоже Мэлле написали, ребята там. Я даже ходил в их здание, у них там еще блины печет автомат. И я хотел пожать руку разработчику Софии, но что-то так и постеснялся. В общем, есть там такой серьезный дядька, он написал, вот, София Systems. Это K-Value движок с ЛСМ-3 движком внутри. И он, ну, просто мы офигели. То есть, там, 500 тысяч в секунду запросто там, не знаю, жевал на чтение и на записи тоже, соответственно, очень хорошо работал. Вот. А у нас оставался, ну, время еще было ограничено, нужно было все соединить. Ну, в общем, он нас подбил, говорит, K-Value это основная проблема, вы взяли ее готовую, осталось написать сокет-сервер, и все, и в путь. Мы написали на Яве сокет-сервер, ну, потому что мы писали на скале Яве, то есть, у программера у меня были Ява-скалы, вот, и, в общем, скала, прыжки в Си не бесплатные, как и в Гоу, прыжки в Си не бесплатные, то есть, дорогие, и получилось не очень оптимально. И мы баловались, еще писали на ними, и, ну, просто какие-то, какие-то глупые клиенты для Телеграма, там, не знаю, ерунду какую-то. Анимы это Transpiller в Си, и такие ради фана написали, и вроде заработало. И, причем, прикольно заработало, то есть, у него не было такого оверхеда в Си, потому что он в Си. Ну, Transpiller в Си, и, соответственно, код получается Сишный. Был еще вариант писать на плюсах, но плюсовик в команде был только один, и, соответственно, это бас-фактор, то есть, ну, его собьет автобус, некому будет поддерживать код. Вот, поэтому плюсы мы откинули, а Си мы подумали, что мы накосячим. Ну, потому что Си никто у нас в команде толком не знал. Вот, и, в общем, на ними мы все протестировали, очень быстро написали, буквально за пару недель запустили, выложили в прот, и тут же он упал. Вот, потому что в ними оказалось ограничение. Ну, это вот просто я рассказываю про хладные истории, как будто, ну, еще не дошел до Гошки. А, кстати, сколько уже прошло? А, не так много. Вот, это история жизни. Ну, типа, вроде все шло неплохо, и вот тебе сюрприз. В ними оказалось лимит на количество, например, коннекшенов 255. Ну, то есть, разработчик языка Ним подумал, что 255 — это и так достаточно много одновременных коннекшенов, а у нас их было там примерно, ну, там, 70 тысяч. То есть, у нас на беке была перлячка, перлячка размножается форканием. То есть, перлячка, она как? Она, когда масштабируется, она начинает офоркаться, и все идет, короче, в одну дырку. И 60 тысяч идут в одну дырку. Ним вообще очень удивился. Вот. Мы начали... А нужно уже запускаться, как бы, не время, как бы. Нашли такую же проблему, у кого была... Она казалась, что она такая же проблема была в Твиттере. И они написали проксю, назывался он TvmProxy, по-моему. По-моему, его перименовали в Natscracker. Я не помню точно. Может быть, TvmProxy так и остался. То есть, у них была туча мемкэшей, и много коннекшенов, и мемкэши были не рады. И они написали TvmProxy, который берет кучу запросов, пайплайнит их, и они так провозиком, соответственно, уезжают. То есть было 60 тысяч коннекшенов, мы их превратили там в 200, и, соответственно, таким образом заплачили ним и полетели. Где-то в декабре мы запустились, пережили Новый год успешно, и, в общем, все работало. Но осадочек остался, что это какая-то фигня. Ну, потому что мы поправили прямо в языке. Мы потом залезли в язык, там начали править. И когда мы начали уже в языке править, мы увидели там какие-то куски дна и поняли, что это пилит один человек на парт-тайм. И, короче, мы видим там прям, ну, ешки-кошки. Мы на этом как бы в прот выкатились. Переписали на C, короче, потом через пару месяцев, просто для того, чтобы успокоиться. Переписывал я, причем я C не знал вообще. Ну, открыл как бы 10 проектов на GitHub с похожими проектами. Открыл книжку, прочитал до четвертой главы, до указателей, там уснул, в общем. Отложил, потом нашел книжку по LibEvent. LibEvent такая библиотека, которая делает все за тебя. Это сокет-сервер, ну, готовый фактически. Там есть и буфера, и вся работа с памятью, и локации. И все это сделано очень прикольно. И прямо есть книжка, где просто ты берешь и делаешь, как там написано, и все работает. Главное, ну, нигде не опечататься, потому что у C есть такая особенность, что, допустим, мы написали программу, помните, на ней мы написали, тестировали, выкатили, упало. На C написали, на Mac протестировал, все работает. Выкатил на Ubuntu, на Ubuntu упало. Нашел ошибку в коде там. Потом, ну, теперь-то уже все точно нормально. Выкатили на Debian и упало. Ну, короче, Debian самый строгий судья. То есть Mac там выделяет, там, буфера, допустим, чистят, и все вообще прекрасно. Пофигу на ошибки разработчика. Ubuntu, она там чуть более такая уже там придирается. А Debian, он супер строгий. Если ты два байта выделил, он два байта дал. Ну, и, короче, на C, это было не нервяки. Ну, то есть я писал, старался не ходить, не курить, потому что я забуду. И потом, в общем, ну, написали. И все было прекрасно, в общем. И жили мы счастливо. Вот. Мы начали переходить на Go. Мы начали переходить на Go. В этот момент это был где-то уже 2016. Наверное, 16. А, не все было. Не все было счастливо. София нас подвела. Я забыл. Она падала каждые полгода. Это гораздо лучше, чем было в Кассандре. Она не падала. У нее тот же самый питончик, тот же самый LSM3. И какой-то мусор оставался. То есть через полгода она превращалась в терабайт. Ну, и у нас кончалось место. И первый раз это было очень тревожно. То есть мне звонит админ и говорит, «У тебя 6 часов, а потом все станет колом». Ну, типа, найдите, что… И, значит, один разработчик сидел, удалял ненужное, которое не очень нужное там, не знаю. А второй искал, в чем проблема. Вот. И это было очень тревожно. Первый раз тревожно. Потом мы уже были готовы к этой истории. Мы уже начали мониторить размер базы и уже заранее готовились. И просто за неделю, например, начали дублировать в чистую базу записи. А потом просто подменяли базы. То есть мы обошли это костылем таким. Мониторили и просто это решали. Мы начали смотреть, что есть вообще на голову из готовых движков. Почему не взять Софию и не прикрутить голову? «Си-гоу» — это не «гоу». Во-первых, он в 100 раз медленнее примерно, чем вызов нативной функции. То есть вызов «сишной» функции примерно в 100 раз медленнее. Но на самом деле это не главная проблема. Если посмотреть на чиселки, там из какровь «ждби» считали, они что-то посчитали как-то подозрительно. Я уже когда потом подумал, что-то подозрительно. Они 4 наносекунды вызов «гоу» функции, а 100 наносекунды прыжок в «си». То есть где-то в 100 раз медленнее. Но это наносекунды — это, в принципе, фигня. Потому что если у вас база данных, которая работает с диском, там это 400 наносекунд не так критично. Но он еще руинит какое-то поведение с гороутинами. Они становятся более прожорливы, у вас больше жрет памяти. В общем, и «си» — это не «гоу». И мы начали искать базу на «гоу». И как раз есть такая база — «болт-диби». «Болт-диби» — никто не знает «болт-диби», я думаю. Кто-то знает? Ничего себе. Это база, на которой держится полуинтернета. Она стоит внутри «етси-ди», если я правильно произнес. А эти «си-ди» — это как бы на нем стоит кубер, и вот эта вся фигня. То есть никто не знает вот этих библиотек типа «София» и «болт» обычно, потому что что за фигня? Вот. «Болт» написан иначе. У него «би плюс три». Дерево, то есть он не LSM-3шный, соответственно, запись у него медленная. Ну, это вот отстой. Во-первых. Во-вторых, он использует «мемори-мэппинг». «Мемори-мэппинг» — это клевая фишка, которая позволяет держать в «мемори» неограниченное число. То есть у вас, допустим, 100 гигабайт на сервере, а можно засунуть 200 гигабайт. На самом деле нет. Ну, то есть когда у вас начинает свопаться, все начинает дико тормозить. И там проблема может быть даже не в самом «ммэппинге», а в том, как он реализован в «гоу». Это, наверное, лучше поискать в «Али Алькин». Есть такой разработчик. Это лучше, вы не запомните фамильную, «FastHttp», наверное, все пользуются. Это разработчик «FastHttp», и у него есть там блоги, и он там пишет про «мэмори-мэппинг», он подробно рассказал. В общем, мы когда «балдиби» запустили, мы запустили его, конечно, не как «кейвэлю», а на какой-то… у нас еще была аппишка, ну, такая, B2C, да? И там, в общем, не такой был большой трафик, но мы заездили диск примерно за месяц. То есть он угрохал «балдиби» нам диск, потому что, ну, выросл объем памяти, он начал превышать, и вот этот вот нюанс с «эммапом» приводили к задержкам секунды на 10 запись. Секунд, не там, наносекунды. То есть когда разрабатывается, разрастается база «мэмори-мэппинг», она, получается, начинает тупить. В ETCD, в инструкции раньше было написано, типа «не пытайтесь впихать нефихуемое». Ну, прямо было написано, что эта база не для того, чтобы впихать туда много ключей. Эта база для того, чтобы хранить минимально необходимую информацию для того, чтобы синкать сервера. То есть она хорошо работает, пока она маленькая. Но это не все. Есть еще недостатки. Ну, ладно. Я подумал, давай напишу свою, просто ради фана. Я тогда Go не очень хорошо знал, читал статьи. Там вот есть такая парадигма «share memory by communicating». Мы все берем в Гарутины и в каналы, и все это вместе сочетаем. Получается клево. Очень медленно работает. Очень клево, очень медленно. Я назвал это «slow-pock». Первое мое решение, потому что оно было реально прям slow-pock. Ну, очень медленно, потому что затрат на синхронизацию между Гарутинами, они как бы меньше, чем на запись, на диск. Вот. В общем, потом я убрал Гарутины, взял мьютексы обычные, и обычный хешмап. Обернул хешмап в мьютекс, выложил это как проект патч. У него скорость уже была, ну, нам уже бы хватило, кстати. Ну, впритак. То есть 40к на запись, 500к на чтение, это вот скорость пуджа. Он валяется на гитхабе, это абсолютно вообще пед-проект. Ну, и у него там штука 300 звезд. Я смотрю, там, китайцы тестируют свои базы, сравнивают с пуджом. Я такой, алло, я просто тестировал Гоу там. Типа, ну, в общем, он есть. Для пэт-проектов вообще отлично. Ну, то есть это простая фигня. Ты берешь структуру любую туда, пихаешь, он тебе возвращает структуру. Ну, обычный кейвэлю на хешмапах. Вообще в лоб. Что, собственно, с чем мы сталкиваемся в Гоу? Мы пришли в Гоу из Явы и были вообще по горлу сыты Горбач-коллектор. Мы очень долго не хотели в Гоу после Явы. Ну, потому что мы сидели в скале и там месяц, там, не знаю, искали место, где у нас память течет, чтобы Горбач-коллектор заоптимизировать. И мы боялись, что в Гоу будет то же самое. Но попробовали, такие удивились, что тоже вроде Горбач-коллектор, но работает по-другому и лучше. Тут меня могут закидать помидорами, потому что в Яве тоже есть 8 вариантов разных Горбач-коллекторов, и она тоже развивается. Ну, в общем, вот на тот момент мы начали переезжать на Гоу и поняли, что основная проблема, ну, уже по опыту знали, что это Горбач-коллектор. Что такое Горбач-коллектор? Это две истории. Первая – это фоновая история, которая постоянно ходит и смотрит, какие объекты, какой мусор надо собрать. То есть, если у вас есть структура, в ней есть указатели, то это мусор, ну, потенциальный мусор, она будет его постоянно мониторить, не пора ли его собрать. Это вот что-то все выпускают. А второй момент – это, собственно, сам процесс сборки мусора. Это то, когда приходит и начинает нагружать ресурсы. Из-за этого типичный Гошный трафик выглядит как пила. То есть, вот, и растет-растет, пришел Горбач-коллектор, ну, в общем, такая вот пилообразная фигня. Ребята из Твитча, из Твитча, они вообще молодцы. Они предложили вот этот паттерн, когда мы можем напугать Борьбач-коллектора и сказать, что у нас в памяти на самом деле 100 гигабайт. То есть, вот здесь можно писать абсолютно любое количество нулей, рандомное, винит это засунуть. Как работает, как бы, ну, вот сам Linux, он на самом деле, когда заходишь, ну, в мемори, сколько он потребляет, там будет написано 100 тысяч гигабайт. А на самом деле нет. Но это просто, вот мы говорим, что мы столько можем потребить. На самом деле он будет потреблять, сколько есть. Но Горбач-коллектор будет думать, что у нас, слушайте, это вообще слайд устарел. Так до сих пор делают, так до сих пор делают, и очень многие так делают. Но чтобы как бы сгладить эту пилу, чтобы Горбач-коллектор... Вообще вышла там более свежая Гошка, в которой есть возможность задать лимит памяти, ну, указать, сколько у нас памяти, и когда начнет приходить Горбач-коллектор, это более правильный путь. Тогда просто такого путя не было. Вот. Twitch вообще мне не нравится. Они еще на раз там что-то топили, что вот... Потому что просто не умеют писать на Go. Лучший, короче, самый лучший способ не возбуждать вообще Горбач-коллектор. То есть, смотрите, у нас есть... Здесь будет код. MapStringInt. Это код. Стринг – это плохо. Потому что стринг... В стринге есть указатель. Если есть указатель, то у нас есть фоновый процесс, который проверяет, не пора ли собрать нам эту стрингу. И, соответственно, у нас возникает мусор. Ну вот здесь... Здесь gc-took. Там типа 105 миллисекунд. А вот ниже MapIntInt. И там, видите, Горбач-коллектор у нас 3 миллисекунды. О! Кстати, похоже на вот то исследование, как РОВ-HDB, которое делал. Только там у них 3 наносекунды. Я просто к тому, что 3 наносекунды – это подозрительно мало. То есть, ну, прыжок в память, даже в кучу, он как бы больше 3 наносекунд. Я сейчас думаю, они, наверное, там закэшировалось у них что-то. Вот. Но не суть. То есть, это гораздо быстрее. Это не только... Ну, то есть, у нас нет Горбач-коллектора вообще. То есть, мы положили примитивный тип в мапку, и у нас нет Горбач-коллектора. Все, проблема решена. Но появляется другая проблема. О, Господи. У нас кей-вэллио гибридное. В памяти мы храним ключи и адреса на диске. А что с дисками не так? Они медленные. Ну, диски медленные. Но не очень. Вот я был удивлен, но мой MacBook 2019 Pro в два раза медленнее всего, чем память. Я там дальше буду слать, я был просто потрясен. Вот. Во-первых, там, во-первых, есть небольшая проблемка. Первое, это я думаю, что, допустим, прочитать байт будет быстрее, чем прочитать 100 байт. Оказалось, нет. Абсолютно пофигу, байт вы читаете или 100 байт. Проблема это, сколько раз вы ходите на диск. То есть, если вы сходили на диск и прочитали, сколько вам в следующий раз прочитать, там, допустим, два байта прочитали, и там у вас там размечено, сколько следующий пакет надо читать. И второй раз пришли. Это будет медленнее, чем если вы придете и сразу много прочитаете. Ну, потому что SIG занимает дольше времени, чем, собственно, сама операция сочтения. Это первая проблема дисков. Вторая проблема дисков, это когда мы пишем в файл, на самом деле в файл мы не пишем. Мы пишем в некий буфер, а он периодически фсинкается на диск. Вот. И, собственно, вот этот вот фсинк супер медленный. Ну, то есть, фсинк, ну, я чисел не помню, но это в тысячу, в десять тысяч раз. Ну, все, если вы попали на фсинк, привет. Если вы хотите совершить диверсию, делайте после каждого сейф фсинк. Диски вылетят гарантированно там, через пару месяцев, если у вас интенсивная там, ну, запись, потому что фсинк, во-первых, будет супер медленно все, все супер тормозить. В болт, кстати, есть такая штука, у них есть такой режим, после каждой записи сингать, фсинк. Они, правда, написали, как бы ни в коем случае его не включайте, но зачем они его сделали, я не знаю. Это очень прикольно. Вот. Фсинк, если с сиком мы можем побороться с тем, что мы будем ходить и прыгать и сразу забирать все нужное нам, ну, за один прыжок, то с фсинком сделать ничего нельзя. Ну, можно фсинкать, допустим, не каждую секунду, а раз в 20 секунд. По-моему, в Linux по дефолту там секунд 20, даже если вы там не делаете фсинк, не вызывайте, он все равно будет сингать. Вот. Но все равно синг есть и он лодчит. То есть мы, когда сингаем, у нас все колом стоит. А как мы делаем, когда у нас не хватает, ну, вот на серверах? Вот у нас сервер не тянет. Мы берем второй сервер, распределяем трафик, и у нас два сервера в два раза быстрее. Ну, пять, и вот так вот масштабируем. Точно так же можно сделать в библиотеке. Если взять не один файл, а 250, ну, тогда у нас будет в 250 раз меньше фсинков, и вероятности будут ниже. То есть можно просто отшардироваться. И таким образом блокировки на запись у нас минимизируются. Ох, аллокатор. Мы взяли хешмапку. Мы взяли хешмапку, мы не хотим строить LSM3, мы уже хлебнули горе с Кассандрой, потом Софией, и не хотим опять собирать могилки, и вот это вот все. Но есть проблема, что вот у меня приходит запись там 129 байт, потом чуть-чуть длиннее ключ получился, 140 байт, потом 144, а место как бы, ну, получается дефрагментация, то есть я уже не могу в то место, которое у меня протухше от 139 байт, записать 140 байт, ну, потому что у меня не влазит, одного байта не хватает. Получается дырка. Ну, это очень плохо. Это плохо, потому что это когда-то перерастет в терабайт, и придет админ, и скажет, место закончилось, давай что-то делать. Вот. Поэтому, а как делают ребята в обычном линуксе при работе с памяти? Мы, когда просим два байта, они выделяют нам не два байта, они выделяют какой-то пакет по степеням двойки. Мы сделали то же самое фигню. То есть, когда приходит, мы хотим записать 128 байт, мы берем степень двойки, следующую, и выделяем пакет с запасом. И, соответственно, если, а у нас как? Мы рекомендуем, что такое вообще рекомендация? Изнутри выглядит как набор векторов, это просто чиселки. Чиселки, и у них какие-то коэффициентики. Поэтому там, оно плавает не сильно, и получается, что можно писать в ту же дырку. Не всегда. Если мы в следующую степень двойки перевалились, то мы помечаем эту запись как дырку, и у нас просто есть мапка с дырками, и когда приходит подходящий по размеру под эту мапку, мы вставляем в то место. У нас база перестала расти. Удобный интерфейс, быстрая избыточность. Избыточность, ну, нифига не это, не недостаток. Я написал недостаток. Вот у нас как бы постгресс распухал до терабайта запросто, софия распухал до терабайта. Здесь у нас даже, ну, никто не поверил, говорят, это фигня какая-то, у вас там 100 мегабайт стала база занимать. Ну, то есть она очень компактная становится, она перестает расти. То есть, ну, когда мы вот по степеням двойки начинаем это все класть, то можно положить много записей и перезаписывать их. Мы взяли хешмап. И беда, это хеш-функции. Дело в том, что есть коллизии у любой хеш-функции и очень смешно, как разные баз данных обрабатывают коллизии. Некоторые забивают, такие пишут, ну, они же маловероятны, там, типа, окей, мы вернем просто какую-то чушь вместо того, что вы просили. Вот. Но вообще с коллизиями надо бороться. у хеш-функции есть четыре основных характеристики. Четыре основных характеристики. Первая – это скорость. Ну, это все, на что все смотрят, какая скорость. На самом деле надо смотреть, наверное, даже не на скорость, а вот на конкретную имплементацию. То есть, это количество локаций при взятии хеша. Есть еще такая характеристика, куда мало кто смотрит. То есть, допустим, Murmur3, он прямо in place делает хеш, не берет аллокации, не создает аллокации, не создает мусор, не приходит garbage collector. То есть, на круг будет быстрее, даже если есть какая-нибудь, ну, другая хеш-функция, которая вроде чуть-чуть быстрее, там, на наносекунды. Там вообще наносекунды. В общем, хеши очень быстро работают. Потом есть еще код. Ну, кто-то это на инструкциях процессора пишет, его тяжело поддерживать, а кто-то пишет на стандартных шифтах и проще читается, проще поддерживается. То есть, первое смотрим, окей, скорость, ну, они все плюс-минус, там, FNV1A, Murmur3 и так далее, они все плюс-минус это. Дальше коллизии. У них у всех тоже плюс-минус одинаковое количество коллизий. Ну, то есть, вообще все равно, там, типа у вас там миллион или миллион сто, там будет, ну, такой порядок, сколько у вас будет коллизий. Это все фигня. Распределение по диапазону. Это важная характеристика. Многие берут какие-то вообще там CRC32, там, это вообще не хэш-функция, не для этого сделано. Это там, типа контрольная сумма файла, да, это для другого сделано. У хэш-функции должно быть равномерное сравнение по диапазону, потому что, потому что мы шардируем, ну, если вы помните, да, мы хотим, чтобы у нас не было такой истории, что один файл 200 гигабайт, а второй 20 гигабайт. Ну, и такая же проблема вот бывает с серверами, что вы сделали там кластер на 8 серверов, и один забит под завязку, а на остальных, это неравномерность распределения по диапазону. Скорость локации, в общем, мы все рассмотрели. Ну, что же делать с коллизиями? Ух, мы, в общем, очень хитро решили эту историю. Мы взяли часть, у нас 255 шардов, в которых хранятся данные. Мы 250 отвели под, ну, в общем, 8 шардов зарезервировали под коллизии. Если у нас происходит коллизия, мы пишем в специальный шард номер 0 коллизию, ну, и значение. Если происходит коллизия, на коллизию мы пишем шард номер 1. И таким образом мы увеличиваем каждый раз как бы разрядность хэш-функции. И 4 вот таких шарда позволяют как бы на 100 миллиардов никогда не возникать коллизии. То есть они будут возникать, но мы будем их обрабатывать. То есть у нас возникла коллизия, мы прыгаем, как приходит клиент? Клиент приходит с вопросом, дай мне ключ от мамы. Мы берем от него хэш от мамы, такой же хэш от папы. Но мы знаем ключ, мама. Мы сходили и увидели, что там не мама, а папа. Пошли в шард коллизий. Потом пошли в следующий шард коллизий. И, в общем, в итоге, что у нас получилось? У нас получилось, вот вы знаете все хэш-мэп, получился такой же хэш-мэп, по сути, это очень похоже на хэш-мэп, только данные лежат на диске. Ну, в памяти лежат хэши, а на диске лежат данные. Но, помните, я говорил о том, что два сика дороже одного сика. Поэтому нужно еще хорошо бы в памяти знать, сколько нам данных нужно считать с диска. Ну, а мы сделали там локации по степеням двойки. Поэтому мне можно, не знаю, получается, опять код. Map UN32, UN32. То есть, это всего 8 байт на то, чтобы сохранить информацию о трех сущностях. Первый ключ UN32 – это хэш от ключа. У UN32 у нас будет вообще очень много коллизий. Чем вообще хэш-функции, у UN64 будет очень мало коллизий, но у UN32 очень много. Ну, потому что чем длиннее, ну, чем меньше как бы размер вот этой вот бочки, тем больше коллизий, соответственно. Вот. Но из-за того, что у нас есть Resolvill коллизий, мы можем себе позволить сэкономить 4 байта, взять Map UN32. Следующий UN32, он содержит в себе сразу и… А, мы не держим здесь шард, потому что шард просто делим на количество шардов. Ну, и прыгаем, соответственно, в тот файл, в котором мы хотим прочитать. Это уже, ну, просто делением на там 250, допустим, получаем номер шарда. Сколько мы хотим прочитать байт на диске, мы положили в несколько там бит. Ну, то есть, мы закодировали в битах, так нам нужно степени двойки, получается, закодировать. вот так вот. Ладно, кому интересно, короче, вот этот вот бит конфу, можете там потом посмотреть в коде. Вот, на самом деле, вообще всем плевать. Вот, если взять какую-нибудь распайку, он берет там, где-то 128 байт на ключ и говорит, у нас супер коротко вообще, супер коротко. А мы там 8 изгалялись, потому что мне сказали, что мы будем хранить декартовое произведение, историю, то есть, для каждого пользователя, ну, персональные рекомендации. То есть, одно дело хранить для 200 миллионов пользователей там, ну, рекомендации, другое дело, если 200 миллионов на количество страниц в интернете. Получается совершенно другое. Я посчитал, там десятки миллиардов, ну, получается, надо хранить. Это все очень печально. А память, память она дорогая, и вы вряд ли даже в нашей, ну, в ВК-то проще с этим. Можно сказать, мне нужен вообще вагон памяти, сервера они дадут. Вот, а мы тогда были в стартапе, я приходил к SEO, говорил, дай мне два сервера. Он говорил, уволь одного математика. Вот, я говорил, нет, давай мы лучше поизгаляемся. Вот, вот, в общем, если вы все это пересчитаете, то есть умножить там на миллиард 8 байт, это будет одна история, и это помещается в память на серваке, а миллиард умножить там на 64 байта, уже ни в какие ворота не лезет. Уже это супер дорогой сервер, еще не факт, что он такой есть вообще. Мы получили, переиспользовали удаленных записей, то есть, ну, мы в ту же дырочку пишем, потому что по степеням двойки у нас выделен размер. Минимизировали ГРБ-коллектор, это самый главный ВИМ. То есть, у нас нету вот этих вот сбора данных. Это получилась история, называется Sniper, она выложена как библиотека. Это аналог, ну, Sophia Systems. Только вместо LSM3 у нас обычная хэшмэпка. Обычная хэшмэпка. У него получилось, ну, вот здесь результаты тестов, получилось, что сет у него там в районе 300 тысяч в секунду при количестве ключей 100 миллионов. Обычно тестируют на миллионе, потому что проблемы начинаются дальше. Разработчики трики, они там, знаете, там тесты выкладывают на миллион. Допустим, баджер на 100 миллионов, у меня просто падал, у меня вак зависал, перезагружался, я первый раз такое видел. Снайпер вот проживал, то есть, там посидел, там, не знаю, 30 минут подождал, ну, сколько там, вот 100 миллионов ставить. 300 тысяч в секунду запись, это, это, не в SM3, ну, то есть, это получается, ну, это все равно офигенный запас. Ну, и на чтение 2 миллиона в секунду, это потому, что на моем макбуке 2019 года, на котором я этот тест проводил, очень быстрый винт. Прямо, вот как заявлено, я был прям поражен, они вообще не врут. Вот сколько гигабит в секунду он отдается, только ровно с такой скоростью он работает. То есть, получается, потенциально он еще быстрее, ну, потому что тормозить тупо негде. И, в принципе, мы ограничены только скоростью железа и сетью. Вот. Это, в общем, сравнение с разными бандами, с разными базами. Вот здесь синеньким выделен bandDB, bandDB это in-memory storage, то есть, там вообще нет дисковой истории, он 4 миллиона. Вот видите, вот здесь получается, что всего в два раза in-memory получается быстрее. Но in-memory это in-memory, то есть, Redis, Memcash нам сразу мимо, до свидос, ну, потому что нам нужно много было чего хранить. В общем, в общем, это получилось, вот видите, у болта сет там 27 тысяч, ну, потому что B3. У B-болта, это у B-болта, B-болт лучше болта, не пользуйтесь болтом, болт зафризен. B-болт, это вот эти сиды, его развивают еще как-то. Они, кстати, его улучшили. Если этот тест снова снять, он будет чуть лучше, но не сильно. Вот, ну, то есть, скорость записи обычно проблема. А в снайпере получилось 300 тысяч. Это, в общем, мы победили здесь по тестам всех, не буду хвастаться. Кроме там, может быть, каких-то упырей, типа RocksDB. Да. Нет, RocksDB тоже победили. У нас 2 миллиона, у RocksDB 600 тысяч. Ну, ладно. RocksDB, это очень клевая программа, очень клевая программа, на ней половина баз данных в интернете работает, КукроэшDB работает на RocksDB и так далее, это фейсбуковская либо, но она сишная. Это не гоу, это си гоу. Соответственно, вы лочите Гарутины, вы лочите, как бы вам не рассказывали, что у нас RocksDB, вот у нас, у нас там, какая вот эта волшебная технология-то есть, база данных для всего, Монго, вот, она на RocksDB, значит, она быстрая. Ну, блин, RocksDB-то быстрый. Ладно, короче, всякие тесты, мы все проверили, огонь получился, библиотека, осталось написать сокер-сервер. Это Брэд Фиттс Патрик из темноты улыбается. Это человек, который написал Memcash, когда работал в LiveJournal. К нему пришли и сказали, что-то у нас тормозит. Он не сказал, идите и купите сервера, он написал Memcash, молодец, Брэд Фиттс Патрик. Он писал сокер-сервер, нет, это HTTP, собственно, протокол в Гошке, который, вы многие, наверное, ругаете, типа вот FastHttp быстрее, там еще что-то. Ну, в общем, у него есть и Горбач-коллектор, и Аллокация, нет HTTP, и Пила. Ну, потому что, вот, хорошо об этом рассказывает Валя Алькин, что, как бы, вот FastHttp, который я написал, он для того, чтобы отменяться небольшими байтами. Там все супер-быстро, все супер-клево, нет Аллокации, нет Горбач-коллектора. Вот. А нет HTTP, это машина, универсальная, которая будет работать и терабайтный файл, с тем же успехом будет обрабатывать, какие два байта отдавать. То есть, в Гошке стандартной библиотеки пишут таким образом, чтобы оно работало в абсолютно разных, разнородных каких-то ситуациях. Они не самые быстрые, но зато они очень качественно написаны и работают, ну, в разных кейсах. То есть, они покрывают максимальное количество кейсов. Но нас это не устраивало. Мы взяли Evio, это другая библиотека интересная, которую, как бы, я могу, наверное, порекомендовать. Evio написал, что такое Evio? Не знаю, кто-нибудь работал Evio? Кто-нибудь использовал? Вот так вот. Это, это, простите, Evio, это, блин, Evio. Помните, LibEvent был в сях? Evio — это аналог, LibEvent на Гошке. Это очень тупая библиотека, там, два экрана кода. Это просто обертка над сисколами. Но это супер, супер клево, потому что, с одной стороны, супер клево, потому что это вам даст такую скорость, которая не снилась ни FastHttp, никому, но, с другой стороны, это будет супернизкий уровень. То есть, вам будет просто кольцевой буфер, ну, там, в буфер просто будет сыпаться, и вам нужно на него сесть и читать, и читать, и все это обрабатывать. Вот. Мы просто взяли там, на сколько ядер, столько Гороутин, повесили Evio. А, ну, там, минусы у него есть еще какие-то. А, ну, минусы, да, он под виндой не работает. Ну, ну, точнее работает, но обертка, ну, фоллбэк в обычной, нет HTTP. Вот. А, читаемость кода, ну, потому что низкий уровень, ниже уровень это. В общем, в общем, в общем, написали сокет сервер на голову, на базе вот этого VIO, который написал Джош Бейкер. Получилась, получилась суперпростая фигня. Мы взяли Memcash протокол, мы всегда берем Memcash протокол в любой непонятной ситуации. То есть, мы еще, когда писали там, на Яве, там, на Ними, мы всегда брали, потому что перлевики такие, а что там у вас там, а мы такие, да, все тоже. Ну, просто по Memcash уходить и get set там, все будет точно так же. Вот, взяли Memcash протокол, у Бреда Фитспатрика своровали, у него есть клиенты, там есть, ну, как бы написанный код для Memcash, потому что он автор Memcash, странно было бы, чтобы он не писал на голову Memcash. Вот, все это соединили, взяли VIO, получился у нас сокет сервер. Получился сокет сервер, который, как бы, который, ну, MC Benchmark, это вот бенчмаркалка, которую написал автор Redis. Это очень смешно. Вот. Ну, то есть, потому что Redis было обидно, что кто-то говорит, что Memcash быстрее Redis. Ну, вот, Антирезу, его ник Антирез, у него какая-то странная фамилия, какая-то бразильская, что ли. Вот, он написал MC Benchmark, вот по нему на 200 клиентов у нас получилось, что, что у нас получилось. у нас получилось, что 100% меньше 11 миллисекунд, и GET 100% меньше 4 миллисекунд. Ну, мы избавились от пилы, мы избавились от пилы, то есть, она появляется, когда у нас, ну, на одном из шардов происходит F-Sync, но все равно это совсем другая история, ну, и вышли на 140 тысяч реквестов в секунду, вот, 140 тысяч реквестов на чтение, 100 тысяч на запись. Ой, давайте я не буду этот слайд рассказывать. Ну, короче, если все запайплайнить, будет еще лучше. Будет 3 миллиона реквестов в секунду, но пайплайн – это палка о двух концах. Пайплайн – это когда мы берем все запросы, спрашиваем, складываем в паровозик, и поезд отправляется. Но проблема в том, что поезд приходит назад, когда последний вагончик присоединится, то есть со скоростью самого медленного запроса. то есть пайплайнинг – клевая история, но у вас не должно быть лузеров в пайплайне. То есть если кто-то там где-то застрял на секунду, все, привет, весь паровоз у вас, получается. То есть вы, 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 выудить может все. Это был 2019 год. То есть до 2019 года мы на Софии сестели, просто каждые полгода перезагружали. В 2019-м написали эту фигню. На всю ее не использовали. Ну, то есть, мне сказали, что будет декартовое произведение, но его не произошло. То есть там, там скромные, там, не знаю, ну, скромные, в общем-то, объемы, там, типа миллиарды, а планировали мы там 100 миллиардов, чтобы хранить. Ну, в общем, под какую-то такую задачу писали, которая не случилась, потому что, потому что по другим причинам. Вот. Но она суперпримитивная. Это обычная хешмапка, обычный сокет-сервер. Ну, и в целом, вот, вот, такие минусы. А плюсы, собственно, мы с тех пор вообще его не перезагружали. То есть мы его запустили и забыли. Все, у нас прошла проблема с тем, что у нас там вот это вот все нужно чистить, убираться и прочий трэш. Сережа. Спасибо большое. Спасибо большое, Вадим. Спасибо за доклад. Очень интересно. Действительно, потрясающий доклад. Меня очень впечатлил. Давайте начнем с вопросов. Ты хочешь еще одну игрушку выиграть, да? Ах ты какой. Ну, давай попробуем начать с тебя. Спасибо за доклад. Очень интересно. Местами прям харкорно. Вопрос про вот ту запись, которую вы там придумали, переиспользование этих вот там освободившихся дырочек. А их учет как-то, там какая-то таблица локации или там в процессе записи там по ходу начинаете их искать, куда записать можно? Сейчас я вспомню. О, Господи. Не используем. А, мы перекрутили time to live. Мы психанули, подумали, в Кассандре был time to live, почему бы нам не сделать time to live? И сделали, ну, еще time to live. И у нас, в общем, проходит какая-то фигня, которая смотрит, что эти записи протухли. И вот эту дырочку, которая освободилась, она кладет просто в обычную хешмапку. У каждого бакета их 255. Есть еще хешмапка дырок. И когда вставляется новая запись, она спрашивает, а нет ли у тебя для 2 в 6 дырки? Если есть, она такая опачки и туда встает. И оттуда выбираем. То есть хешмапка еще одна просто. У каждого бакета есть. Понятно. Игрушку не дадим. Да ладно, не давайте. Просто интересно, несколько итераций перечисляли, там достаточно тяжелых, как это слышалось, что сначала одно сделали, потом другое, потом третье решение. Просто это рассказано было достаточно быстро. А как, насколько тяжело и с каким трудом это давалось, каждое вот это перерождение? Вообще не страшно. Это больше вот молюет. Если вот, ну, мне кажется, что это овер, ну, перер... Ну, мы думаем, что на C, допустим, написан хороший код. Но когда вот я начал искать сниппеты на C, ну, как-то там не нужно строку в строке заменить. Я смотрю там, а там все криво и плохо. Ну, хотя вроде за лайками на стек оверфлоу. Ну, то есть пишут школьники на C, когда изучают C, а потом все лайкают, а никто не тестит. Ну, так же вот с библиотеками. в общем, их тоже... Вот большинство кода на GitHub, как бы, мы смотрим по звездам, да, допустим, 6 тысяч звезд. А это просто лайки, они от души, они от того, что их в продакшене крутили на хайлоуде. Вот. И на самом деле большинство кода очень плохо написано. Ну, не для хайлоуда, а для пэт-проектов. Ну, то есть люди пишут, что он вроде работает. В принципе, на Go вот самый первый, когда писали вообще вот этот слоу-поки, патч, ну, это вообще просто так взяли, как это, очень плохо писали. Все работало. Ну, в целом, есть небольшая нагрузка. Вот. Ну, не знаю, может, это какие-то страдания меня обернул, но я просто рассказывал о наших неудачах. На самом деле, вот месяц у нас был на сокет-сервер, но мы за две недели, наверное, его напилили. Да, что там? Просто, в том числе, удивляет, и многие поступили бы как? У них что-то не получилось с выбранной технологией, они начинают упираться, что нет, мы это не бросим, жалко, столько времени потрачено, продолжим в эту же сторону там что-то оптимизировать. У вас несколько вообще таких пивотов было, взяли и все поменяли. И последнее, просто интересно, по оптимизации записи не пробовали, в том числе, подобрать какую-то, может быть, более подходящую файловую систему на таком уровне пооптимизироваться или вообще напрямую на диск писать? Зачем? Не? Ну, ладно. Не, ну, как это, всему, как бы, не, мы же Гошку берем. Всему есть разумные пределы. Да, мы же Гошку, он там делает, и сам, пусть сами разбираются, админ там поставит такую, такую, значит, любят они сегодня Debian, значит, Debian, завтра другие админы другую операционную. Спасибо. Александр, спасибо вам за вопросы. Еще желаете? Спасибо. А, окей. Спасибо за доклад. Это, пожалуй, самый лучший доклад за последнее время, который я слышал только. Спасибо. И вот, рассказывали там, библиотека HTTP, которая, это HTTP, да, это по сути дела, там, я могу ошибаться, но вот я в корне лазил туда, в глубину, посмотреть, как оно работает, он просто, как я понимаю, берет буфер и переливает вот там из чтения в запись там и все. А iVIL, я так понимаю, тот же самый буфер берет только несколько штук их, да, и переливает этот пакет, туда-сюда разделяет пакет между ними. А нет ли смысла взять свой iVIL написать и там не 32 буфера, а еще больше там переписать это и сделать, чтобы больше пакетов там гонять через сокет данных? Я, ну, вот. Да если грубо так выразить. Если грубо, вот я, когда посмотрел такое iVIL классное, думаю, и HTTP мы сейчас на нем бахнем. И бахнули, и через месяц пожалели. Ну, потому что вроде простой протокол текстовый, вроде бы раз, все работает, а потом пришел какой-то там другой клиент, который там инициалирует сам закрытие, а мы это не предусмотрели, и, в общем, и приходится это все с болью какой-то или поддерживать, или что-то с этим думать. И в поиске была там похожая проблема, тоже подумали, подумаешь HTTP, там текстовый протокол, напишем своего на плюсах, написали, потом там HTTP 2 вышел, уже не так все сладко выглядит. Ну, то есть вот, мне кажется, вот всему есть предел. и Vue, она просто, ну, сокет, сервер, ты просто сидишь на буферах, ну, вот для таких историй, типа, memcache или redis написать идеально, а вот писать на нем, вокруг него что-то еще, зачем, ну, не знаю, оптимизировать его. есть чуть-чуть другие, не Джош Бейкер, Джош Бейкер, офигенный автор, Тид Волл у него, ник на GitHub, он очень много пишет, и очень классно, ну, он всякие такие, нагруженные системы делает. BandDB, например, тоже Джош Бейкер писал. Спасибо большое. Вот молодой человек, вот, нет, вот дальше, вот туда, не, не, да, сорян, он был раньше. Спасибо за доклад. Ты будешь следующий. Для высокоскоростных чтения, от параллельного хранения, какой способ лучше всего? Для высокой скорости чтения, какой способ хранения? Да, мы самый быстрый способ, но быстрее некуда, но у него есть свои драубэки, ну, то есть мы не можем, это не упорядоченный массив, то есть мы не можем считать все записи, вот, ну, взять по маске, например, и прочитать записи, ну, то есть мы упираемся в другую историю. А если параллельное хранение, тогда какой способ? Если упорядоченное, хороших нет библиотек на гоу. Простите, что так прозвучало, B3 пляшет, это дерево, которое постоянно меняет свою структуру, то есть оно, вот, перестраивается дерево, да, это приводит к тому, что у нас там, допустим, меняется структура в процессе, и это будет, ну, будет вести их к задержкам, есть, есть скип-листы, есть еще какие-то там структуры, есть джулия, которая на гоу не портирована, которая типа самая быстрая, но в ней тоже свои проблемы, но другие, джулия 3, вот, мне больше всего понравился хэд 3, но его на гоу не портировали пока, я думаю, что, ну, нужно его портировать. хэд 3 это, чего, плохо? Да, у нас чуть-чуть время, больше условий. Таблица такая, короче, выровнен по кэшам процессору, во-первых, у нее первый плюс, она выровнена по кэшам процессору, то есть мы там берем хэшик и кладем в табличку, это выделяем просто размер кусок в памяти, и он, он, он как бы дружелюбен к процессору, а второе, это префиксное дерево, если его чуть-чуть модифицировать, префиксное дерево, тоже, если оно адаптивное, то оно тоже перестраивается в процессе, а можно сделать его не адаптивным, а тупым, тогда будет классно, тогда будет у нас, ну, по одной радикс один байт, тогда будет, ну, как бы дерево такое выровненное, никогда не будет перестраиваться. Ну, в общем, я не знаю, что, как бы, вот посоветовать, ну, для 99% задач берите там Google B3, это очень медленно, но работает для большинства проектов, ну. Еще в Agon нет такая библиотека. Какой? Head 3? Да. На плюсах есть. Ну, не, на кошке я не видел имплементации, например. Просто мне она понравилась, потому что по плюсовым бичам она была вторая после Julia 3. Julia 3 вообще никто не переводит, потому что там сумасшедший дом, там PDF-ка листов на 70, в которой описано, как байт упорядочена и как она работает. и, в общем, там никто даже не читает эту PDF-ку нафиг сразу. Спасибо большое, Вадим. И, и, и,